Дни высокой музыки в Арктике. В рамках второго арктического фестиваля классической музыки на сцене культурно-делового центра на протяжении трёх дней звучали произведения великих композиторов. Подробности в материале Алена Валей. Второй фестиваль Дни высокой музыки в Арктике открылся 4 сентября с выступления солистов Московского театра «Опереты». В программе «Опера и оперета» «Золотые страницы» выступили баритон, лауреат международных конкурсов Леонид Бахталин, сопрано, заслуженная артистка России Светлана Креницкая. Ведущим вечера был лирический баритон, участник и лауреат мировых конкурсов Александр Водопьянов. Зрители не только услышали арии из опер и романсы, но и узнали о создателях бессмертных произведений. Александр Водопьянов также рассказал о истории своей семьи, которая, оказывается, связана с Наринмаром. В марте 1936 года, это уже через два года после Челюскинской эпопеи, лётчики Водопьянов, то есть мой дед по отцовской линии Мохоткин, на двух лёгких самолётах провели разведку авиатрассы от Москвы до Выборка. Малёт в точку перелёта. И вот одной из таких точек стал ваш город Наринмар. В Наринмаре арктический лётчик провёл 13 дней. Внук пилота намного меньше, но также сумел поразить население заполярной столицы. Малёт в точку перелёта. Во второй день фестиваля маститые профессионалы уступили сцену начинающим музыкантам. Для жителей и гостей заполярной столицы выступили ученики Уральского музыкального колледжа. Несмотря на юный возраст, участники трио из Екатеринбурга уже имеют награды всероссийских и международных конкурсов. Но самая большая награда, по их словам, это возможность учиться в колледже для одарённых детей. Гастролировать приходится иногда очень много по разным конкурсам и концертам в разные города и области. Но бывают, конечно, и передышки небольшие. Это нужно. Гости фестиваля отметили и отзывчивость зрителей. По словам участников, им устроили очень хороший приём и буквально искупали в овациях. Зрительскими аплодисментами и криками «Браво» был наполнен зал и в третий, заключительный вечер. Художественный руководитель Дмитрий Коган вместе с Камерным оркестром «Московская камерата» представил уникальный культурный проект «Пять великих скрипок». С особой честью я сегодня хочу представить здесь пять великих скрипок, которые три дня назад специально прибыли в Россию из разных коллекций, лучших мировых коллекций, для того, чтобы сегодня я мог здесь их презентовать. Впервые в Наринмар были доставлены легендарные музыкальные инструменты всемирно известных мастеров «Амати», «Страдивари», «Гварнери», «Гвадонине», «Виль-Ома». Зрители смогли оценить и сравнить звучание каждой. На этом фестиваль классической музыки не закончился. На следующий день открылась выставка уникальных инструментов, где все желающие смогли поближе рассмотреть пять великих скрипок. Презентация культурного проекта, да и сам фестиваль стали возможны благодаря генеральному партнёру нефтяной компании «Лукоил», администрации региона и лично инициатору фестиваля, губернатору округа Игорю Кошину. Три дня округ жил совершенно другой жизнью. И большое количество наших деток, жителей получили огромную щекотовость. И когда мы говорим действительно про качество жизни, я ещё накоснулся этого, это не только дома, не только дороги, не только вода, еда, это ещё пища духовная. Мы сегодня развиваем наш опыт и все вместе стараемся было делать гармонично. Округа – замечательное будущее. О будущем фестивале «Дни высокой музыки» Дмитрий Коган и Игорь Кошин уже договорились. Ровно через год на главной сцене региона пройдёт третий фестиваль. По словам художественного руководителя проекта, готовиться к будущей поездке в Наринмар артисты начнут уже после Нового года.